Жизнь под грифом секретного. История номер три. Обратень в Куйбашеве. Оторвались от бесов, подумали Маша Сторий, в церкви Петра и Павла. Так тут их окружили джемны, желтоглазый язык и черно-красно-мордый бальтазавр. Они не могли ворваться в церковь, поэтому они снесли купол в церкви. А сразу после в Куйбашев устремились сотни черностей от родей сердцей со всего Советского Союза. Передвигались они по проводам линий высокого напряжения. То ли Маша не могли выйти из церкви, их ждали ловушки, а зеля гигантские капканы на входе в храм. Люди видели, как у церкви сиял черный-причерный дым. И в панике побежали они, жители нашего города, к автобусам, чтобы поскорее убрать-то из этого города вон. Чекисты перекрыли все московское шоссе, чтобы люди не паниковали. Комитет государственной безопасности придумал отвлекающий маневр. Подготовили одну студентку Зою устроить у себя, как сказали бы сейчас, гигантскую вечеринку. Да, естественно, на эту самую вечеринку явились под видом людей и сами били сыны. Начали они плясать и жадники. Зоя, истинно верующая православная девушка, взяла икону и стала самостоятельно изгонять бесов из людей. Из иди! Из иди! Нет! Из иди! Нет! Но не рассчитала свои силы и застыла с иконой. Вот так вот ее не заказали страшные гниды-бесы. Так что ее не выкорчешь с пола. Толя с Машей забрал к себе брат Иван. Прям как Иван Царевич, только без лягушки. Оставалось только изгнать дьявола из мужа сестры Маши Цицориной Нины. Дьявол посоветовал Нине Николаевне устроиться туда, где он работает. То есть на завод Прогресс с целью доступа к космическим ракетам, которые строил завод в тайне, в тайне, в тайне, в тайне. Ото всех рогатый очень хотел на ракете отправиться туда, в рай. Прямо Господу нашему, Иисусу Христу, чтобы отомстить Ему за то, что Он лишил Его крыльев давным-давно. И тогда Иван поведал одну легенду про знаменитого куйбышевского оборотня. То есть человека, который может превращаться в волка. Ну и в другого животного он тоже может превращаться. Будто он единственный, кто может остановить самого от дьявола. Жил он в куйбышевском районе. Куйбышево! Вот совпадение это! Но совпадений не бывает. И развлекался тем, что притворялся контролёром в троллейбусе первого, второго и третьих маршрутов, которые ходили тогда в куйбышевском районе. Он спрашивал за проезд, передаём. И тут, когда ему советские рубли клали в ладошку, он начинал жрать людей. То есть он открывал свою пасть и проглатывал человека. Но как волк в красной шапочке, только ещё намного хуже, страшнее. Вместе за дичастью троллейбуса. То есть не только людей проглатывал, но ещё и полтроллейбуса успевал сожрать. Они приходили в депо пустые и согнутые. В результате чего пришлось отменить данные маршруты. Первого, второго и третьего маршрута. Потом наш оборотень начал притворяться связистом. И проверять телефоны, засовывая туда руку и вынимая её потом. Тем самым пугая граждан до мурожения зимой и до солнечного удара летом. Ну вы поняли. Всё это ужасно. Но при чём тут наш дьявол Сатанью Рогатый Бес по прозвищу Люцифер? Спросила Маша. Жена Толия по совместительству... Ой, по совместительству... Кто же ещё сейчас? Подождите, смотри. А, по совместительству... Мать моей матери! У-у-у-у! А дело в том, сказал Иван, это брат Маши... Или Толия... Ну, короче, дядя мой. Что они с дьяволом давние соперники. Ну как Денис Топана из дневников вампира, короче. Нинка за ними гналась... Ну или как, эти дебилы... Там, как же это... Джейкоб и этот... Ипатис. Ну, в общем, вы поняли. И... Нинка за нами гналась... Обоями и... И порочила... Князя Тьмы за его могущество. Как же мы его изгоним? Спросил Толя. По старинке наживца, ответил Иван. Маша, ты пойдёшь? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у... Её наградила природа. И на Лиазе Кубань они отправились на улицу Луганскую, да? Есть такая улица в Самаре? Это, короче, за Габровой. Куйбышевского района Толя надел парик и пошёл к первому попавшему судому. Тут, как тут, явилась огромная тварь с гигантским языком и ровину лопаста. Шаров на неё надел, сумел запрыгнуть на неё и надел на мордик. Иван и Рябчик дотолкали его до Кубани. Будешь нам помогать? И нет, наставляя нож на глотку, сказал Рябчик на глотку монстра, естественно. Нет, дьявол вас победит! Ответил наш Куйбышевский оборотень. Этот Рябчик уже хотел расправиться с этим монстром. Анатолий сказал, погоди, ты же не хочешь, чтобы он победил, то есть дьявол, и забрал Нинку к себе в Адово царство? Куда? Ты не попадёшь, это он монстру, так сказал мой дед. А что скажешь? Опытень подумал, подумал, посмотрел в глаза Анатолия. И понял, что если поможет отделу ХКДБ СССР, то его отпустят. И Кубань устремилась на завод Прогресс, снеся доверие завода. А дьявол пил чай с Тинкой, сидя на ракете и предговаривал, вот-вот я сейчас в рай полечу. А чаем он тоже чай пил и говорил, ох, как вкусно, готовая ракету к запуску. Рябчик напал первым. Его сатана швырнул об двигатель, затем шарова дьявол раскидал по стенкам завода. Пока Анатолий чинил свою Кубань, в дело вступил наш Кубашевский. Оборотень, он стал шептать заклядания Худу, Руду, Клостафору, ну-ка, что и стал играть Гарри Поттера. Он выступил только Вардлорд. Анатолий хотел Ирку, получай, закрытал дьявол и создал огненный шар. Ну, если вы видели сериал Зачарованный, вы поймёте о чём, но если вы не поймёте о чём, так посмотрите сериал Зачарованный и поймёте о чём. Пустив его в оборотня, тот прыгнул на подвесной кран, Анатолий вступил в бой, он перемешал соль со святой водой, а это сильное средство. И брызгнул Цицорину, мужу Цицориной, в которого селился дьявол, а в лицо тот стал и слить, и орать. И вместе с оборотнями они провели обряд экзорцизма, то есть вывели дьявола из мужа Цицориной. Но дьявол был чертовски селён и коварен, и утащил оборотня, и Цицорина, мужа сестры, матери моей матери, то есть моей бабушки, к себе в ад, чтобы мучить и пытать навеки вечные. Ведь когда мой дед перемешал соль со святой водой, естественно, тут же открылась адовая воронка, тупортал. Нинка потом долго горевала по своему ухажёру из серы и пепла, но ничего поделать так и не смогла. Рябчик, Шараф, Анатолий вернулись к Ибаду, который всё это время приглядывал за Машей и обнаружил странную картину. Мария палила в трансе над кроватью, и над ней надругивался Иван. Да, ну как в первой серии сверхъестественного, только ещё и сцена насилия добавилась. На Анатолий начал избивать своего брата. Удар за ударом наносил. И тут выяснилось, что оборотень вырвался из пыточной дьявола, то есть из ада, заложив свою душу в небесный ломбард. Да, друзья, есть такое, есть такая тема, вот как, как связаться, уж это вы спросите у своего батюшки, у своего другу, не как ли кто там у вас. Заложив душу цицорида в небесный ломбард, ляпчик, Шаров достали двухтолку и пальнули из неё в оборотня. Зоя, которая застыла с икодой, в среде, делась в небесах цицорида, с которым они дружили ещё до того, как в него вселился дьявол. Мария была обрюхатана оборотням. Но даже Анатолий не подозревал, что Иван тоже не совсем человек, то есть брат моего деда вовсе не человек, а звать его Иван. Но никакой он не оборотень, брат моего дедушки, а самый настоящий вампир, причём не такой, как Роберт Пантинсон, а такой, как в старых фильмах 30-х годов компании Волта Дисней. Ну, вы посмотрите, посмотрите. Ой, не Волта Дисней, прошу прощения, Ворнер Бразерс, да. Прошу прощения, Ворнер Бразерс, который по ночам уходил якобы на завод Металлур, где он работал, работать. А на самом деле брат Анатолий охотился на людей и пил их... Кровь, а точнее сосал. Оборотень его скрутил и посадил в подвал, предварительно прикидывшись им, то есть братом-дедушкой Иваном. Так, чтобы у Анатолия не родился сын-оборотень, ему пришлось выбирать, как он думал, между человеком и братом Иваном, и сыном, настоящим отродием, который, естественно, которому сужено наш мир погрузить во тьму. Ну, как водится в любых сказках, там, я не знаю, или в трэш, там, в фильмах. И Иван сделал своё дело, и ещё раз обрюхатил Машу, чтобы не родился сын, а родилась дочь. Так появилась на свет моя мать. Вы все его знаете, как Светлана Анатолиевна, учительница начальных классов в школе номер 170 города Самары. Плод на плод и нет плода, как раньше говорили, правда, это другого касаться, неважно. Вместо сына-оборотня, который ушёл в животе Маши, сам родилась Светка. Светка-конфетка, то есть победительница Света над тьмой. Над тьмой не Амарой тьмой в 11-м сезоне Света, естественно, а она прям над тьмой, над тьмущей. То есть она в утробе матери победила своего брата кровного оборотня, то есть вот так вот, то есть в животе моей бабушки они дрались. И в итоге моя мать притушила своего брата. Да, и всё это происходило в поповине. Вот так вот бывает. Хотя не бывает, но не важно. Родилась она от Ивана брата Анатолия. А Анатолий, мой дедушка, естественно, об этом не догадывался. А Анатолий, но тем не менее, взял её к себе на воспитание, потому что в КГБ больше платили, чем на заводе Металург в то время. На этом подошёл конец нашей третьей истории. Спасибо за внимание.